Сегодня 18 июля 2016 года. Я пришел к старости. Барабаш Елена Анатольевна здесь. Вот что-то у нее тут смотрится. Вот такая обстановка. Тут компьютер, там компьютер. Одна комната. Пришел я попроведать своих отроков. Назовись, кто ты такой? Как звать и речать? Серебряков Миша. Фамилия? Миша Серебряков. А ты кто? Дробот Нестор. Нестор Дробот. А ты? Королев Егор. А фамилия? Королев. Еще громче? Королев. Королев Егор. Так, а где они спят? Садитесь. Здесь, да? Нет, не здесь, но я там заправляю, убираю постель. Так, у меня вопросов несколько. Вы знаете, что лагерь наш закрытый? Да. Закрыли его мы сами, потому что возможности никакой нету. Полиция нас беспокоит. Они сейчас... Лена, подойди тут тоже, побудь маленько. Они сейчас ищут свидетельства родителей против меня, в прокуратурах краевая. Мне это сообщила сейчас мама этих ребятишек. Приходят на молодобой, дежурят. Сегодня приехала там полная машина их, Роспотребнадзор, там, ну, такое название их. Я не знаю, что такое потреб, как расшифровать. Потребительское отношение к жизни, или это потребовалось кому-то? Не знаешь, да? Ну, такое дело. Я обошел всех. Все устроены как надо, а лагеря нет. Вы не лагерные. Вы просто приехали в гости. В гости лагерь распущен, вас разобрали, а в семьи они не сунутся. Это очень дорогой ценой придется им оплачивать. Москва уже взяла на учет это дело на телефоне. Отец Кирилл подключили сюда за борьбу с там, с человека, как-то называется, организации. И вот они, я у батечки сейчас буду, запишу. Утром разговаривал, в машине спят крепкие ребята. Ищут, а им нужны адреса, кто здесь есть. Которые были адреса, те люди-то уехали. Дальше нет. Синько. Ваша фамилия? Вот. Ваша мама вообще мужественная женщина. Когда на них стали наступать, она их отбрила один раз и все, что больше не касались моих детей. И больше ее не трогают. Она куда-то уехала. Сегодня они подослали человека из прокуратуры краевой. Матери, которой девочки здесь находятся. У нас пять человек. В прошлом году было и нынче пять человек. Дайте показания на Лапкины. И целый реестр, что там делали. Я не знаю точно. Я говорю, так, краем уха услышал только. Плохо кормили, там, может быть, насиловали. Ну, что-то такое безобразное. За что можем меня посадить? Она говорит, ничего этого не было. Все врете вы все это. Не напишите? К следующему вторник у вас проблемы будут. Так какая же это прокуратура? Это банда. Самая настоящая банда. Об этом немедленно уже везде сообщать. Они сговорились. Вы берете адреса, надзор. Дальше они в одном тандеме. А мы будем делать. А дальше все остальное накладывать штрафы и делить пополам. Это куда-то годится. Выжимают буквально из родителей. Ну, и твою маму тоже там залучили. А мне тетка умерла или куда уехала. Она смеется, твоя мама. Да нет, мои остаются дети. Они ничего не могут сделать. Мало того, что мы под защитой Бога. У нас еще и община святая. У нас есть с кем разговаривать. И они понимают. Ну, сегодня они приехали. А Никита вышел и снимает их. Так вы будете с нами говорить? Он молчит. Они развернулись. Были таковские батюшки. Когда он с теми ребятами говорил. Ну, что вы охраняете-то? Никого в лагере нету. Ну, нас послали. Что? Мы еще в колхозе за 2,5 тысячи работают. А тут он 1015-20 получает. Ну, он правильно сказал. Что это? Ничего не делать. Спит. Пришел они, спит. Спят в машине днем. Машина приехала. И сейчас уехали. Дождь начался. То есть, у них не ладится. Им главное, что прокуратура может возбудить дело, когда есть жалобы. Жалоб нет. Ни одной. Ни одной. Все говорят прекрасно. В интернете сейчас стоят там. Там лагерь единственный в мире, где так детьми занимаются. Учат божественному, православный. Труду. Взаимоотношениям. Семейной жизни. То есть, перечисляют люди все. Я решил пройти вот здесь. Вам здесь нравится? Да. Вас тут не обижают? Нет. Кормят хорошо? Да. Мне только боязнь вот за этого хлопца. Нигде не брать ничего. Не прикасаться ни к чему. Сейчас гляжу на велосипеде, уже поехал. Ты обратно его вел в руках? Да. Смотри, не нарушай, что я говорю. Это последствия тоже будет, как прокуратура говорит. Потому что упал ты, сломал руку, ногу. Это все на меня. Зачем мне это нужно? Вы здесь находитесь. Они по малину идут. Сдумали идти пасти. Ну, хорошие резиновые сапоги там дадут или что-то. Можно пойти. Ну, естественно, тут в комнате легче просушиться, чем в лагере. А они торчат, но ничего не находят. Ничего. Я пришел, девочкам там косы заплетают, веселые. А эти, которые племянники-то приехали, они там в одном месте, все с ребятишками-то. С Екатеринбурга-то, которые-то. Веселая девчонка какая. Ой-ой-ой, я посмотрел. А Валя наша ее послушала и говорит. Это говорит, с такими Россией не пропадет. А ты кем хочешь быть? Она дальнобойщиком. Ну, уж, говорит, если не дальнобойщиком, говорите, опасно. Машина это на 100%. Как она отвечает, начало? Я спрашиваю, оценки какие? Пятерки. А они подвязаны, как маленькие старушки. Ребятишки, до того спокойно. А мы вам такой подарок привезли. Какой? Ну, его поднимать даже тяжело. Это потом мы хотели, но не получилось у нас. Вот рассуждает, как будто бы летом по 16. Вот, Егор, где надо учиться? Девчонки. А я не знаю, им по 10-то лет есть, нет. А одну звать София, а другую Валерия. Валерия-то старшая, понял, да? Вот. Я сейчас только оттуда пришел. Так, у меня очень большая просьба за этим юношей смотреть, отроком. Чтобы нигде ничего не брали. Ни на полке, нигде. Далее, ты игрушки, где играете. Тем более, здесь все серьезно. Пасти. Может, там на технике даже. Только не садиться в машину, где несовершеннолетние. Не купаться с несовершеннолетним. Только как у нас, 16-летний, умеющий хорошо плавать. Я вам объяснил? Я не могу здесь за каждым бегать. Вы в гостях. И вы, естественно, несете ответственность за это. Если будет как попало. Как я несу 44 года ответственность. Так что берите часть этого. Это ваше отношение к детям. Роснадзор этот, он сделал нас, я считаю, еще более ближе к Богу и роднее друг другу. Они нам вреда никакого не сделали. Меня спрашивали в Америке, как победила вам КГБ. Я говорю, никак. Как так? Да они вас конфисковывали. Они меня сделали известным. И меня пригласили в Америку, в Канаду. Вот и все. Так что на этом все. Пошел. Жалобы есть какие, нет? На ребят? Нет. Нет никаких. Ну, всех я проверил. Все на месте. Вы трое здесь? Да. Вот такое дело. Ну, все. Благословен Господь. Нигде нет никаких кнопок на компьютере. Не нажимайте, не подходите. Друг другу удерживайте. Миша. Ты смотри за этим, Нестор. Ты больше всего мне известен, как старший над этой группой. Он старший, Нестор. Он очень активный. Вот видите, как. Ленечка, я сейчас зайду в другую комнату показать. Вот, там мы посмотрели. Тут все как надо. Мы тут уже бывали. Это кухня. Это вот такие морозильные камеры. На голову, ниже меня. Вот так. Закрывайте скорее, а то налетят мухи. Не надо.